Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости в студии Елины Речкину. Коротко о главном в Воронеже области. Крупное ЧП в селе Бобяково. Здесь в полдень вспыхнул склад с полипропиленом. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. С огнем боролись почти 90 сотрудников МЧС и три десятка техники. Удалось отстоять второй склад и газовую станцию рядом. Спустя три часа пожар локализовали. Те, кто сердце отдает детям, в преддверии Дня Учителя в городском дворце культуры чествовали лучших педагогов Воронежской области. Более сотни специалистов были отмечены в различных номинациях. Руководитель регионального Минобра Наталья Сологубова лично поздравила собравшихся с предстоящим праздником и поблагодарила их за многолетний труд, преданность профессии и любовь к своему делу. Сейчас в нашей области трудится около 18 тысяч учителей и каждый из них ежедневно вносит неоценимый вклад в развитие подрастающего поколения. Воронежские педагоги – это педагоги, которые обеспечивают стабильное, качественное образование. И результатом проведения единого государственного экзамена и государственной итоговой тестации в целом, так как у нас средние баллы выше, чем общероссийские по пяти предметам. Остальные практически находятся на уровне среднего балла, в том числе равняющихся общероссийскому. Наши педагоги – прекрасные душевные люди, которые берут на себя ответственность за то, чтобы еще воспитывать хрупкие ребячьи души. У них это получается. Профессия на самом деле одна из самых важнейших, на мой взгляд, потому что мы отдаем учителю в руки самое дорогое, что у нас есть – это ребенка. Это, на мой взгляд, должен делать человек, который просто обладает необыкновенными качествами. Поэтому мы чествуем учителей на всех уровнях, желаем им здоровья, доброты и успехов. Наградой удостоилась в том числе и Елена Шальнева, преподаватель географии из Калачеевского района. Она стала одним из лауреатов областной премии, которая присуждается лучшим учителям региона. Говорит, такое звание – большая честь, тем не менее считает главной победой в профессии – достижение своих учеников. За 20 лет педагогической деятельности классный руководитель выпустила во взрослую жизнь сотни мальчишек и девчонок и до сих пор каждого вспоминает с особым трепетом. На мой взгляд, качество учителя должно быть – это искренность. И обязательно нужно помнить, что мы тоже когда-то были детьми. Все детские шалости – это в силу возраста. И любой разговор с ребенком должен начинаться с улыбки. Это действительно призвание. Люблю быть учителем и считаю, как дополнение многозадачность классный руководитель и руководитель объединения – это уже дополнение. Работа несложная, она интересная. Служение духовное и педагогическое. Учитель географии и истории из Павловского района Сергей Камнев детей не только учит, но и крестит. Он настоятель местного храма, а теперь по совместительству еще и студент геофака. Удается ли совмещать жизнь светскую и церковную? И идет ли это на пользу школьникам? Спросила наш корреспондент Мария Сивак у необычного батюшки в канун Дня Учителя. Люблю каждого как собственного ребенка, так говорит преподаватель Сергей Камнев о своих учениках. Школа сельская, поэтому подопечных не так много, всего 10 мальчишек и девчонок. Сергей Игоревич ведет уроки географии и истории, а параллельно служит в храме Архангела Михаила. Говорит светскую и духовную жизнь старается разделять, однако полностью это невозможно. Не знаете, как говорят, вы когда нам ставите двойку, вы всегда улыбаетесь. Вот, поэтому, ну, пожурить-пожурить можно, и без особой ругани, потому что все равно ругань, она положительного эффекта, обычно, как правило, не имеет. Стараемся находить какие-то компромиссные решения, если ученик отстает. Мальчишки и девчонки о второй работе учителя знают и проявляют к ней неподдельный интерес. Частенько остаются после уроков, чтобы поподробнее расспросить священника. Вопросы разные, но все по-детски милые и наивные, улыбается батюшка. Грех ли прогуливать школу и увидит ли Бог, если ты не сделаешь уроки? Такое любопытство, говорит Сергей Игоревич, положительно влияет на ребят. Кто-то даже решил ходить не только в обычную школу, но и в воскресную. В моих глазах Сергей Игоревич добрый, отзывчивый друг, всегда поможет, если что, что-то исправит. Сергей Игоревич меня заинтересовал, и я решил пойти в церковь и стать панамарем. Он меня обучает, там, молитвы какие-то, сейчас проходим молитвы, недавно проходили, что такое грех, ну и в целом термины церковные. Сергея Игоревича мы пригласили к нам специально работать, как очень хорошего педагога, которого любят дети. И даже самые баловники всегда у Сергея Игоревича ведут себя на уроках, просто замечательно, слушая внимательно и впитывая все то, что Сергей Игоревич им преподает. Это человек добрейшей души, чистого сердца, человек, который даже работает с детьми и общается с людьми совершенно по-другому, не так, как обычный человек, а именно как-то по-доброму. Каждое свое утро Сергей Игоревич, он же игумен Симон, начинает с молитвы о детях и их успешной учебе. Говорит, совмещать педагогику и церковное служение не так трудно. Главное – грамотно составить свой график. Слава Богу, все хорошо совмещается, поскольку преподавательская деятельность, она у меня в рабочие дни, а священнослужения у меня в основном, богослужения совершаются в субботу и воскресенье. И те праздники великие, два на десятые, которые выпадают среди недели, а также служат богослужения, только оно совершается чуть пораньше утром, для того, чтобы впоследствии можно было успеть на уроке, как мне, так и учителям, которые приходят на службу. Среди таких учителей Зоя Медведева. Женщина признается, первое время было неловко в школе общаться с батюшкой наравне, как коллеги. И уж тем более спорить по каким-то рабочим вопросам. Однако Сергей Игоревич провел четкую черту и успокоил. Важно ведь, чтобы учебный процесс совместными усилиями становился только лучше. В этом году батюшка принимал участие в конкурсе «Учитель года». Ну и мы совместно обговаривали урок его будущего, мероприятия. Батюшка советовался, что-то принимал для себя. И урок получился замечательным. Батюшка вышел в число номинантов и стал лауреатом конкурса. Учеба у Сергея Игоревича не заканчивается даже сейчас. Недавно батюшка поступил в магистратуру географического факультета ВГУ. Делает домашние задания вечерами после уроков в школе. Иногда ездит на очные пары в университет. Путь не близкий. Из села Бабка, где живет батюшка, до Воронежа несколько часов езды. На вопрос, хороший ли он студент, отвечает честно. Всем и не без греха. Могу и списать, и подсмотреть. Главное, правильно списать и в нужном месте подсмотреть, чтобы не получилось так, что поисковик выдает вроде бы ответ на вопрос, а он совершенно другой вопрос. Я спокойно отношусь. Если где-то что-то не знаю, для того я пришел учиться. Поэтому, если где-то в чем-то наставляют преподавателя, то всегда прислушиваюсь, переписываю практически работы, если что-то не так сделал. Расширяет кругозор батюшка и странствиями. Говорит, для него, как для учителя географии, важно самому объездить Россию и лично увидеть все ее величие, чтобы потом передать впечатление детям. Уже побывал в десятках регионов. И из каждого большого путешествия привез вот такие сборники собственного сочинения о природе, приключениях и красотах нашей страны. А позже учитель раздаст издания мальчишкам и девчонкам с надеждой заразить их своей любовью к родине и приключениям. Педагогов гимназии имени академика Басова поздравляли представителей Воронежской областной думы. Директор учебного заведения Марина Бочарова сообщила спикеру регионального парламента Владимиру Нетесову, что в этом году Басовка вошла в рейтинг лучших школ России. Благодаря сильному преподавательскому составу и уникальным образовательным возможностям выпускники гимназии легко поступают в ведущие университеты страны. Причем сейчас многие ребята стремятся учиться в вузах военного профиля. Председатель облдумы также с интересом ознакомился с опытом участия Басовской гимназии в акции «Дети детям», когда воронежские школьники регулярно передают для своих сверстников в Луганской народной республике тетрадки, констовары и любимые книги. Владимир Нетесов также проинформировал педагогов о тех мерах, которые предпринимает руководство региона по развитию системы образования, поблагодарил коллектив за самоотверженный труд и вручил лучшим учителям Басовки награды областной думы. У каждого свой опыт, на мой взгляд. Каждый имеет своего первого учителя, который для него является примером. Но и не бояться, все приходит с практикой, все приходит с опытом. Я считаю, что главное в профессии – это любить свой предмет и любить детей. В другой воронежской гимназии имени Платонова побывал депутат областной думы Евгений Китаев. Здесь торжественно отмечали сразу два праздника – сам день учителя и 25 лет со дня образования этого учебного заведения. Парламентарий поздравил директора гимназии Татьяну Бондареву и всех педагогов, вручив коллективу награды Воронежской областной думы и сертификат на приобретение компьютерной техники. Всегда мы помним свою первую учительницу. У меня была Валентина Михайловна, учитель первого класса, 69-й школы. Это находится в Лебережном районе. Конечно, мы вспоминаем как первого учителя, как нашу родную маму практически. Каждый из депутатов помогает и школам, и детскому садику, как материально-технической базе, так и патриотическому воспитанию наших школьников. Отметим, что депутат Китаев постоянно поддерживает гимназию Платонова, помогает обновлять материально-техническую базу и проводить различные патриотические акции и творческие конкурсы. Плюс при содействии парламентария в гимназии ресурсные классы для ребят с расстройствами аутистического спектра. Учителя железнодорожного района в канун своего праздника собрались в детской школе искусств номер 5. Те, кто сегодня стоит у школьной доски, кто профессиональными знаниями, терпением и заботой помогает каждому ребенку раскрыть свои способности и обрести духовные ценности, услышали в свой адрес немало слов благодарности. В том числе и от представителей Воронежской городской думы. Особо отличившимся наставникам вручили награды Министерства просвещения России, почетные грамоты муниципального парламента. Вице-спикер Гордума Олег Черкасов напомнил собравшимся, что в свое время каждый депутат проанализировал состояние школ в своем избирательном округе. Результаты такого мониторинга в дальнейшем легли в основу программы развития городского образования, строительства и капремонта образовательных учреждений в столице Черноземья. К нам обращаются учителя, директора школ за оказанием той или иной помощи в оборудовании, школ, классов, где-то может быть уличных спортивных комплексов, беговых дорожек. Мы это все вникаем и это первостепенная для нас задача, чтобы реализовать. И дети обучались, жили этой жизнью, не отвлекаясь на банальные какие-то неудобства и трудности в школах. Это и призвание, и в какой-то степени даже не работа, а служение, и служение государству каким-то общим целям, которые ставятся перед обществом. Поэтому мы обязаны чтить представителей образования в любом виде. Это золотые люди, которым должна быть оказана максимальная поддержка. И в бою, и в мирной жизни мобильные комплексы для оказания медицинской помощи в полевых условиях проектируют и выпускают в столице Черноземья. Причем делают это уже много лет. Разработки Воронежского научно-производственного объединения, которое этим занимается, не только доказали свою эффективность, но и получили признание на всероссийских и международных форумах. Опытные образцы вместе с заместителем председателя правительства Воронежской области Артемом Верховцевым увидела наша съемочная группа. Мобильные комплексы для спасения людей в полевых условиях и чрезвычайных ситуациях. Разработкой такого оборудования занимаются на Воронежском научно-производственном объединении. Опытные образцы демонстрируют заместителю председателя регионального правительства Артему Верховцеву. Здесь и передвижные медицинские установки, тележка для эвакуации пострадавших и даже мобильный палаточный лагерь, совсем необходимым для оказания доврачебной помощи внутри. Чтобы разбить такое в чистом поле, потребуется два человека и всего полчаса времени. Удобство разворачивания, быстрота и максимальная возможность оказания медицинской помощи. Необходимый тот комплект оборудования, который поможет оказывать помощь достаточно быстро в критических ситуациях, в определенных условиях. Продукция достаточно востребованная. Есть гражданский сектор, есть негражданский сектор. В основном это все, что касается медицины, комплектования медицинских модулей, которые применяются в полевых условиях, скажем так. То есть, соответственно, вся конструкция этих модулей, которые изготавливают и оборудование для этих модулей, которые изготавливают предприятия, оно адаптировано для применения в специфических полевых условиях. Передвижные мобильные комплексы на базе автомобилей повышенной проходимости КАМАЗ уже доказали свою эффективность в полевых условиях. Их здесь несколько. Медицинский, стоматологический, для женского здоровья и диагностическая лаборатория. Есть также установки для получения кислорода из обычного воздуха и дистиллятор. С его помощью речная вода полностью очищается и может использоваться для инъекций и промывки ран. Все подвижные мобильные комплексы, спроектированные объединением, полностью теплоизолированы и оснащены системой подогрева, что позволяет им стабильно работать как при жаре, так и при крайне низких температурах, к примеру, на севере. Машины полностью обеспечивают себя электричеством от собственных генераторных систем. Таким образом, комплекс без подзарядки может бесперебойно функционировать в течение месяца. Век заботы и поддержки региональное отделение Всероссийского общества слепых празднует свое столетие. В объединение, призванное защищать права и интересы воронежцев с нарушениями зрения, Сегодня входят 8 первичек по районам области и свыше полутора тысяч человек. В первую очередь незрячим и слабовидящим помогают обрести достойное место в обществе, чтобы они могли жить нормальной полноценной жизнью. Предлагают и трудоустройство, и комплексы социальной, медицинской реабилитации и различные спортивные программы. Причем по всем этим направлениям Воронежское отделение общества слепых работает при поддержке и в тесной связке с правительством региона, говорится в приветственном послании губернатора Александра Гусева, которое на торжественном собрании огласила министр внутренней политики Елена Дерганова. Поблагодарив руководство общества за многолетнюю плодотворную деятельность, министра заверила собравшихся все меры соцподдержки людям с инвалидностью по зрению в нашем регионе будут оказываться и впредь. Это очень важно для этой категории людей. Поэтому мы здесь организацию, ее руководство, членов благодарим за их неравнодушие, за их твердость духа, потому что они не только сами преодолевают себя и помогают себе, но они и находят силы помочь таким же, как они, найти себя в этой жизни, не быть выкинутыми из активной жизненной ситуации и продолжать чувствовать себя нужными. Дата значимая, несомненно. И здесь подводить итоги, наверное, есть резон. Организация, которая не просто существует, а которая еще работает, активно работает, помогает такой категории населения, как инвалида по зрению, это многое значит. Несомненно, организация сама по себе, как люди, которые собрались с инвалидностью по зрению, сами себе, да, они могут создать какой-то комфорт, создать уют, но без поддержки органов власти, органов социальной защиты. Такого бы, конечно, не было. Новый вольер ко дню рождения. Такой подарок получили сотрудники и питомцы Воронежского зоопарка по случаю 30-летия учреждения. Очередной благоустроенной жилплощадью на этот раз обзавелись псовые. Теперь в огромных клетках на улице рядом с птицами, козами и овцами будут жить волки. Три канадских, пара арктических и одна волчица обыкновенная. Последняя местная, но долгое время посетители ее не видели. Теперь Серая Юла пытается подружиться со своими американскими и северными братьями и сестрами. А с новосельем тех, кто обычно приходит к непослушным детям ночью, чтобы укусить зобачок, пришли поздравить сотрудники и руководство зоопарка, и министра природных ресурсов и экологии региона Наталья Ветер. Между тем, сами клыкастые к вниманию публики привычны, особенно арктические. Характер у них, как водится, нордический, спокойный, а имена весьма интересные. Канадскую волчицу маленькую зовут Таша. Причем очень интересно, что Таша это чисто есть такое, как бы сокращенное можно от имени, а в принципе Таша это исконно воронежское слово, обозначает поднос для сушки зерна. Только в Воронеже такое было, применялось слово. А других арктических зовут Каю и Ио. Это есть на крайнем серии такой народ, энцы. Каю по-инецки это значит луна, а Ио правильно Ирио. Но так как я с особенностями произношения, мои сотрудники решили, что мы сокращаем до Ио, это обозначает солнце. Учитывая, что там у нас идет такое мифическое подоплека, скандинавские мифы и все, то и влезти туда еще и мифы народов севера было бы замечательно. Вот мы такое выбрали решение. Празднование 30-летнего юбилея не обошлось и без торжественной части. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в охрану окружающей среды и развитие экологического просвещения на территории региона. Сотрудники зоопарка получили почетные грамоты. Министерство природных ресурсов и экологии и благодарности правительства Воронежской области. В ходе встречи успели вспомнить и историю зоопарка, хотя 30 лет для такого учреждения не возраст. Тем же Московскому или Ростовскому уже за сотню. Наш вырос из одного зала, открытого в 1994-м, в территорию в несколько десятков гектаров, если считать вместе со структурным подразделением «Червленым яром». Сегодня в Воронежском зоопарке три сотни видов животных, птиц, рыб и экзотических растений. Коллекция постоянно пополняется, к примеру, за счет программы сохранения амурского тигра. Ну и, разумеется, за счет старой традиции зоопарков – дарить животных в день рождения. Я знаю, что коллеги к юбилею нам приготовили сюрпризы. Ростовский зоопарк нам подарит игрунку, обезьянку. Пензенский зоопарк подарит самку бизона. Московский зоопарк пока в тайне это держит, вот-вот объявит нам подарок. Поэтому коллекция потихонечку прибавляется, увеличивается, но мы сейчас очень внимательно к этому относимся. Мы не годимся за количеством видов, экземпляров. Мы сейчас, самый большой акцент – это создание комфортных условий. Комфортных условий для обслуживающего персонала, для содержания животных. Поэтому вначале строим, а потом заводим новые виды. И в научные исследования, и, конечно, экологическое воспитание. Масштабная работа проводится по экологическому воспитанию, по экологическому просвещению. Проводится научная работа. Например, коллекция беспозвоночных, она одна из самых выдающихся в стране. В коллекции много направлений проводится в зоопарке, много работы. И скажу, что наш зоопарк популярен не только в границах нашего региона, но и далеко за его пределами. Увидеть работу специалистов изнутри и узнать полную цепочку производства тепловой энергии от забора воды до подачи отопления в дома. Генерирующая компания «Квадро» открыла в Воронеже уличную выставку под названием «Путь тепла от ТЭЦ до вашего дома». С теми, кто запечатлен на фотографиях и благодаря кому зимой в домах жителей столицы Черноземья горячие батареи, познакомился Евгений Жакот. Обычно труд этих людей остается за кадром. Зато результат их работы замечает буквально каждый. Особенно зимой. Речь о сотрудниках котельных и теплоцентралей, деятельность которых запечатлели на камеру для создания специальной уличной фотовыставки, развернувшейся у кинотеатра «Спартак». О чем сейчас наша фотовыставка? Это ход тепла или подача тепла населению. Это горячая вода. То есть мы тоже греем воду и подаем ее в города, населению. Вот, кстати, наша фотовыставка, она дает понять нашим жителям города, как подходит тепло к их домам. Сейчас наше все оборудование, которое работает на станции, не может работать без специально обычного персонала. И хотел бы сказать спасибо всем этим нашим персоналам, которые подают тепло и свет в наши дома и в наши сердца. Главное в кадре – кадры, причем именно трудовые. Герои снимков – работники ТЭЦ, которые ежедневно выполняют непростые и крайне ответственные задачи. Позировать им банально некогда, поэтому фотографу пришлось идти на разные ухищрения. Человек только что здесь был, на этом месте поработал, он ушел. Тебе нужно реконструировать эту рабочую ситуацию. То есть попросить человека. Ты сказал, вот, Андрей, ты работаешь на этом сейчас объекте, и что ты делал? То есть просто продублируй мне свои действия. Андрей мне очень понравился. Хороший человек, общительный. Задача фотографа через людей и оборудование – показать полную цепочку производства теплоэнергии. Говорит, больше всего поразили многочисленные трубы, напоминающие систему вены и артерий. Разобраться с этим сходу кажется невозможно. Видимо, у сотрудников это в крови. Вообще энергетик в третьем поколении. У меня и дед энергетик, и отец энергетик. Ну, они работали в электрических сетях. Ну, а я попал на тепловую электростанцию. Учился на инженеры электрические станции. И с 11-го года работаю на ТЭЦ. Это работа сложная, требующая от персонала большого опыта, выучки и концентрации. Это семейная. У меня и мама, и бабушка работали на ТЭЦ. Мои обязанности входят, соответственно, бесперебойная подача воды на нужды станции, на котельного, турбинного отделения. И, конечно, водно-химический режим. Основная миссия фото-выставки – рассказать людям, как устроена работа тех, благодаря кому зимой в наших квартирах тепло и круглый год из кранов идет горячая вода. Здесь посетители могут узнать, какая температура держится внутри котлов или зачем перед нагревом жидкость очищают чуть ли не до дистиллята. Плюс это прекрасная возможность показать самих людей, которые уже много лет относятся к своему делу с настоящей теплотой. И на сегодня это вся основная информация. Оперативные новости есть на нашем интернет-канале ТВ-губерния. Будьте в курсе событий. Я с вами прощаюсь. Хороших выходных и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин